Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Смягчить последствия пандемии. Губернатор Дмитрий Азаров и депутаты ГУК Думы обсудили дополнительные региональные меры поддержки самарцев. Смена не больше четырех часов. Эксклюзивное интервью с врачом-хирургом, который лечит больных коронавирусом с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отпуск продолжается. Самарские туристы, вернувшиеся из других стран, проводят двухнедельную самоизоляцию в Тольяттинском обсерваторе. Россияне будут отдыхать 11 дней с 1 по 11 мая. Об этом сегодня в своем обращении к гражданам заявил президент страны Владимир Путин. Работодатели должны оплатить своим сотрудникам нерабочие 6, 7 и 8 мая. А региональные власти за это время принять решение о дальнейших ограничительных мерах на своих территориях, исходя из тяжести, сложившейся с коронавирусом ситуации. В России удалось затормозить распространение эпидемии COVID-19, но ситуация по-прежнему остается сложной. Пик еще не пройден. Президент заявил, что снимать ограничения будут постепенно. Призвал граждан соблюдать правила самоизоляции, чтобы вернуться к обычному ритму жизни. Особое внимание в своем обращении президент уделил выполнению его указов. Люди должны начать получать положенные им выплаты. Особенно это касается врачей и медперсонала. Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительства совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы. Чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире. Также президент поблагодарил медиков за самоотверженный труд и поздравил работников скорой помощи, которые 27 апреля отметили свой профессиональный праздник и сообщил, что принял решение сделать этот праздник официальным. Особые слова благодарности в адрес врачей, медсестер и санитаров звучали сегодня в Самарской губернской думе. Депутаты приняли ряд важных законов, направленных на поддержку тех, кто оказался в наиболее сложной ситуации из-за противоэпидемических мероприятий. Доплаты получат медики и малообеспеченные семьи. А ветераны труда – долгожданное возвращение ежемесячных пособий. Олег Зверев изучил все вопросы. Доходы областного бюджета снизились на 20% из-за ограничений работы предприятий и режима самоизоляции. Такую оценку дает областное правительство. Но ситуация не критичная. В последние годы легион развивался опережающими темпами. Это позволит сохранить финансирование национальных проектов и социальных программ. Но ряд долгосрочных проектов придется ограничить. Самарская область, уверен, пройдет с честью этот сложный период. Мы обеспечим в полной мере исполнение всех социальных обязательств. В этом нет никаких сомнений. Но, к сожалению, ряд наших проектов, которые мы задумывали вместе с жителями региона, нам придется притормозить. Чуть-чуть отсрочить. Еще раз подчеркну. Ни в коей мере не отставить навсегда, а только приостановить в этот сложный период. Сегодня приняты все меры, чтобы не допустить эпидемического распространения коронавируса, как это было в Италии или США. Перевыполнен план по созданию новых койко-мест в больницах. Установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. В клиниках медуниверситета оборудована кислородная станция. Сегодня депутаты губернанской думы одобрили изменения в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Расходная часть увеличена на 282 миллиона рублей. Из них большая часть, 168 миллионов, будет направлена на повышение зарплаты врачей и среднего медперсонала. Еще 67 миллионов на повышение квалификации медиков и ремонт оборудования. В нынешних условиях важно поддержать всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Многодетные, неполные семьи и родители, которые потеряли работу или существенно проиграли в зарплате. Для них утверждены региональные доплаты по 5000 рублей. И важная новость для ветеранов труда. С 1 мая им вернут ежемесячные выплаты, которые отняли в марте 2017 года. Я очень рад, что Дмитрий Ильич об этом давно сказал. В этот тяжелый момент он сейчас нашел и средства, и все. Все деньги, те, которые были отобраны у людей, они к ним вернутся. Возвращение выплат ветеранам стало возможным благодаря президентскому гранту, полученному по оценке социально-экономического развития региона за предыдущий год. Чтобы поддержать экономику региона на предстоящие годы, сегодня утверждены региональные налоговые льготы для туристического бизнеса и снижение налогов на недвижимое имущество предпринимателей. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова с 28 апреля отправляют в отставку. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель министра Олег Жадаев. О назначении было объявлено на пленарном заседании губернтской думы. Причины отставки не называются. Михаил Жданов был назначен на должность областного министра промышленности и торговли в октябре 2018 года. Михаил Жданов отправлен в отставку. Но сейчас время очень непростое. Время, которое проверяет людей, проверяет не только их профессионализм и компетенцию, но и волю к победе, что называется, и командный дух. И, может быть, не все сегодня выдерживают вот такой темп, такой напор, необходимость брать на себя ответственность, принимать оперативные решения. За последние сутки в Самарской области от коронавируса умерли 3 человека. Всего же новая инфекция унесла жизни пятерых. В регионе выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. За сутки в России коронавирус подтвердился у 6411 человек. Всего в стране зарегистрировали 93 558 заболевших в 85 регионах. При этом выздоровели 8 456 человек, сообщил оперштаб. Что касается Самарской области, то здесь число подтвержденных случаев ковид достигло 272. 34 человека выздоровели, их выписали из больниц, остальные продолжают лечение. Самарцам разрешили выезжать на дачу. При этом нарушать режим самоизоляции запрещено. В целях собственной же безопасности горожан призывают оставаться дома и не выходить без излишней необходимости. Как будет контролироваться режим на майских праздниках и что нужно иметь при себе, если запланировали уикенд за городом, расскажет наш корреспондент. По многочисленным обращениям самарцев выезд на дачу разрешается. Однако сделать это можно только на личном транспорте, либо выбрав такси. Общественный транспорт до дач на линии не выйдет. Граждане имеют право в ближайшее время направляться и проживать в этих домах загородных, дачных. А документами, подтверждающими такое право, это будут являться документы, устанавливающие, подтверждающие право собственности на данные жилые помещения. Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что семейный выезд за город не означает отмену режима самоизоляции. Не стоит забывать о мерах безопасности. Режим самоизоляции от этого не меняется. На даче такая же самоизоляция не предполагает больших компаний, не предполагает массовых шашлыков. Это просто отдых человека в кругу своей семьи. Индекс самоизоляции в Самаре упал, поэтому на майские праздники во всех парках, скверах и на площадях вдвое увеличат количество патрулирующих полицейских. Все общественные места ежедневно обрабатывают специальным дезинфицирующим веществом. По такой же схеме обязаны работать все организации в городе. Но не у всех совесть чиста. На сегодняшний день составлен 21 материал по административным правонарушениям. Большинство из этих нерадивых компаний – управляющие организации. Если коммунальщики не обрабатывают подъезд хотя бы один день, то будут обязаны раскошелиться на штраф. Елена Лапушкина призвала усилить контроль за обработкой жилых домов, а также напомнить самарцам о необходимости не выходить из дома. Внимание на детские площадки, на общественной территории. Обновите, если порвали объявление. Посмотрите на подъезды, внутри подъездах. Еще раз обновите. В выходные дни было очень много людей. Я понимаю, что все заскучились по хорошей погоде. Но тем не менее, вы слышали Елену Александрову, рост заболевания идет. Для удобства поживых самарцев, которые находятся в зоне риска, работает городской штаб волонтеров. Позвонив на горячую линию, можно оставить заявку. И волонтер окажет необходимую помощь. Например, сходит в магазин за продуктами. В Самаре работают более 200 добровольцев. Елена Малютина, Мария Левина, Максим Гусев. События. На переднем краю борьбы с коронавирусом сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Прибытков работает в красной зоне больницы Середавина, где лечат пациентов с COVID-19. Туда привезли и 8 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Их закупили на федеральные средства. О том, как он и его коллеги работают в таких условиях, смотрите в следующем сюжете. Хирург больницы Середавина Дмитрий Прибытков вот уже неделю работает в цикличном режиме. 4 часа в так называемой красной зоне, затем время отдыха и снова в красную зону на 4 часа. Дмитрий Прибытков лечит пациентов с COVID-19, помогая тем, у кого коронавирус сочетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все врачи больницы, которые сейчас трудятся в красной зоне, снабжены необходимыми средствами защиты. И согласно распоряжению президента России Владимира Путина, будут получать специальную доплату к зарплате. Для лечения больных коронавирусом в главном корпусе больницы развернули инфекционный госпиталь на 652 койки, 400 из них – реанимационные. Они обеспечены кислородом, оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и специальными мониторами. Накануне в лечебное учреждение поступило 8 современных аппаратов ИВЛ, закупленных на средства федерального бюджета. В руководстве больницы ведет мониторинг постоянный и по количеству больных, и по количеству задействованного оборудования. В случае необходимости мы ожидаем поступления также дополнительного оборудования. Всего на оснащение саморских больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19, выделили более 1 миллиарда рублей. Помимо аппаратов ИВЛ, планируется закупить и другое необходимое для лечения коронавируса оборудование. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. АвтоВАЗ уходит в простой до середины мая. Тольяттинский автозавод, который продолжает выпускать автомобили на фоне всероссийской самоизоляции, уйдет на длинные каникулы уже 29 апреля. Источник в АвтоВАЗе подтвердил Самара Гейс, что производство автомобиля будет заморожено в ближайшие три недели. Уточнив, что офисные сотрудники также прекратят работу с 30 апреля. При этом уточняется, что длинный корпоративный отпуск с захватом майских праздников АвтоВАЗ планировал еще в прошлом году. Первоначально предполагалось, что конвейер запустят уже 12 мая, однако каникулы было речено продлить еще на 4 дня. Учитывая, что последующие 16 и 17 мая – это выходные дни, отпуск у заводчан будет длинный. При этом в дни простой АвтоВАЗ будет выплачивать персоналу две трети зарплаты. Предполагается, что готовиться к остановке конвейера будут заранее. Объем выпуска автомобилей будет снижен уже сегодня. Жители Самарской области, которые вернулись в регион из Турции и Индии, находятся в Тольяттинском обсерваторе. Их заселили в двухместные номера со всеми удобствами. Как туристы кратают время на карантине, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Сергей Семьянов отправился в Турцию вместе с друзьями 16 марта. Уже в конце месяца, за три дня до возвращения на родину, компания получила тревожные смс-сообщения о том, что их рейс перенесли. Из-за пандемии коронавируса ребята провели в Турции еще три недели. Обстановка была спокойная. Карантин действовал только по выходным. Магазины и аптеки по будням работали. Через несколько недель их депортировали обратно на родину, в Казань. Из столицы Татарстана жители Самарской области отправились в Тольятти. Первыми уехали ребята из Башкирии, потом с Удмуртии, из Перми. А мы остались ждать всю ночь на территории клуба, в санатории. Нас там покормили, разрешили на втором этаже даже поспать на кроватях. Мы всю ночь прождали, а ждали мы рейс из Гоа. Потому что нас с Турцией было 8 человек самарских, а с Гоа 51 человек. И вот когда уже все собрались вместе, как раз подъехали автобусы, нас погрузили. Ребята с Гоа ехали на двух больших автобусах. Мы с Турцией 8 человек ехали отдельно на газельке, ехали все одной колонной. ДПС нас сопровождало с мигалками, привезли в Тольятти. Сейчас туристы живут в санатории «Радуга» в двух местных номерах. У каждого из постояльцев есть телевизор, выход в интернет и отдельный санузел. Им приносят запечатанные боксы с горячим питанием. Выходить за пределы комнаты нельзя. Самое сложное сейчас позади. Мы находимся на территории России, Самарской области. Есть определенное, что через две недели, после трех удачных тестов, нас выпустят. И мы пойдем по домам. И это самое главное. Сергей и остальных туристов, которые находятся в Тольяттинском обсерваторе, должны выписать 6 мая. Если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, жители Самарской области отправятся домой. Анатолий Головко. События. Плохая погода не стала поводом для того, чтобы сдвигать сроки. Смышляевский путепровод отремонтируют до конца апреля. Рабочие справились с поставленной задачей на 90%. В этом лично убедилась глава города Елена Лапушкина. Чем сейчас занимается подрядчик, расскажет Анатолий Головко. Ямы и выбоины остались в прошлом. Смышляевский путепровод, который постоянно критиковали самарские водители, преобразили до неузнаваемости. В сжатые сроки рабочие сняли верхний слой дорожного полотна и заменили его на новый. Кроме того, здесь восстановили бетонное ограждение и привели в порядок перила. Сейчас специалисты заливают деформационные швы мастичной смесью. Этот материал обладает высокой прочностью и долговечностью. Глава города Елена Лапушкина лично побывала на Смышляевском путепроводе и убедилась в том, что дорожное полотно отремонтировали качественно. Мы смотрели, как уже уложили асфальт в полном объеме. Сейчас заделывают деформационные швы. Уже приводится в порядок ограждение, приводится в порядок разделительная полоса. К 30-му числу движение будет открыто. На улице Победы тоже кипит работа. Здесь специалисты приводят в порядок тротуары. После того, как на одной из главных улиц города отремонтируют пешеходные дорожки, подрядчик должен восстановить зеленые газоны. А здесь какой у нас асфальт с вами? Д3. Десять сантиметров. А газоны все восстанавливаем? Да. Тротуары и газоны на улице Победы от Нового вокзальной до проспекта Кирова должны привести в порядок до 9 мая. Сейчас на трех участках одновременно трудятся 23 человека с привлечением 10 единиц тяжелой техники. Анатолий Головков, Василий Колдашов, Константин Головин. События. 4 тысячи столбов в Самаре очистят от рекламных объявлений во время месячника по благоустройству. Сеть опоры находится в ведении муниципального предприятия ТТУ. После очистки столбы покрывают специальным антивандальным средством. Насколько оно эффективно в борьбе с незаконной рекламой, узнала наша съемочная группа. Прежде чем нанести антивандальное покрытие, рабочие муниципального предприятия ТТУ моют и очищают столбы от старых объявлений. Трудятся оперативно. В день одна бригада может нанести антивандальное покрытие на несколько десятков опор. Оно подсыхает быстро, желательно побыстрее все этим заниматься. В этом году муниципальное предприятие закупило 500 литров химического средства. Эта первоначальная партия больше, чем в прошлом году. Химсредством запаслись впрок, чтобы в условиях особого противоэпидемического режима не возникло проблем с поставками. На балансе трамвайно-троллейбусного управления – 8 тысяч опор. За время месячника по благоустройству очистить, покрасить и покрыть специальным составом предстоит половину. Это столбы, которые находятся на гостевых маршрутах и опоры, на которые чаще всего клеят рекламу. Это образует что-то похожее на резиновую прослойку, что-то типа силикона, в результате которого объявления, покрытые клеем, на него либо не прилипаются, либо после того, как их там прилипили, через какое-то время, короткий промежуток, они сами собой отваливаются. Оставшиеся опоры будут приводить в порядок по мере необходимости в течение года. Повторно антивандальным покрытием все столбы обработают осенью. Специалисты ТТУ напоминают – столбы не место для объявлений. В Самаре разместить рекламу можно легально и бесплатно на специальных информационных стендах. Их в городе более 700. А за незаконную расклейку объявлений предусмотрены штрафы – от 1000 до 2000 рублей для физических лиц, для юридических – до 300 тысяч. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. В режиме самоизоляции работает и центральный автовокзал. Там действует специальная система санитарной безопасности. Начиная со входа в кассовый зал, заканчивая салоном автобуса. Сергей Кизоркин убедился, что можно не волноваться за свое здоровье, путешествуя из Самары в любой райцентр и обратно. Водитель автобуса с многолетним стажем Алексей Сидоров не припомнит, чтобы к санитарной безопасности на центральном автовокзале когда-либо относились настолько щепетильно. В медпункте врач, помимо привычных замеров давления и теста на алкоголь, теперь измеряет температуру тела и выдает средства индивидуальной защиты – маску и перчатки. А в это время салон автобуса дезинфектор обрабатывает специальным раствором, который убивает вирусы и бактерии. Алексей Сидоров говорит, такие меры помогают ему не переживать за здоровье семьи, когда он возвращается домой после смены. Здесь специальные люди, а наконечно мы сами протираем, у нас выдают нам на складе, каждый день получаем средства, обрабатываем все, то есть салфетки, перчатки, все. Стараемся людей рассаживать отдельно, ну, чтобы не близко сидели на расстоянии. С не меньшим трепетом на центральном автовокзале относятся к здоровью пассажиров. На входе в кассовый зал работает дезинфицирующая будка, которая окутывает каждого входящего облаком спецвещества. Обрабатывается и одежда, и открытые участки кожи. Кассиры работают в масках и через стеклянный барьер. Минимизируют сообщения пассажиров и в зале ожидания. Сотрудники вокзала рассаживают их на безопасное расстояние друг от друга. Уборщицы постоянно обрабатывают полы, ручки и сиденья. Придерживаются профилактических мер. К нами получена рекомендация от Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рекомендация от Роспотребнадзора об организации работы транспорта, транспортных предприятий. Согласно данным рекомендациям мы сейчас действуем. Если во время рейса у кого-то из пассажиров или у водителя появятся признаки заболевания, их на скорой помощи отправят в больницу. Пока таких ситуаций во время поездок в режиме самоизоляции не было. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Отопительный сезон в Самаре официально завершился. Вчера городские власти подписали соответствующее постановление. В городе установилась теплая погода. Напомним, основанием для окончания отопительного сезона является температура выше 8 градусов в течение пяти суток. Отметим, что сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему. Прошел, на мой взгляд, ровно. Каких-либо форс-мажоров мы точно не допустили. В этом году были тяжелые ситуации, но мы из них выходили, еще раз подчеркиваю, вот слаженная работа всех по этому направлению. Поэтому всем огромное спасибо. С завершнего дня у нас начинается работа по подготовке осенне-зимнего максимума 20-21. Уже начиная с 18 мая при Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством вице-мэра Владимир Василенко начнет свою работу специальный штаб. Еженедельно представители штаба будут отслеживать ход работ по подготовке городского хозяйства к следующей зиме, в том числе с выездом на места ремонтных работ. Сегодня Самара присоединилась к всероссийской акции «Продуктовая помощь». Свыше 14 тысяч одиноких пенсионеров получат набор товаров первой необходимости. Их доставят на дом волонтеры вместе с соцработниками. Мария Левина отправилась на самый первый адрес. «Продуктовый набор вам доставят». «Спасибо вам большое, федеральный федеральный. Спасибо вам большое за заботу пожилых людей». Тамара Дворцова встречает гостей. С Ириной Низамовой они знакомы хорошо. Женщина-социальный работник. Вот уже 10 лет, два раза в неделю помогает пенсионерке. Тамаре Михайловне 74. Из дома во время самоизоляции она не выходит совсем. Всю жизнь проработала портника. А сейчас без дела скучно. Хочется быть полезной. Она вызвалась шить маски. Она принимала в первое время участие нам и шила маски. Я ей очень за это благодарна. Хотя нам выдают и на работе нам выдавали. Но она говорит, мне же скучно, Ира. Можно я помогу вам? Я говорю, пожалуйста. Тамара Дворцова попала в списки пенсионеров, которым доставляют наборы товаров первой необходимости по всероссийской акции «Продуктовая помощь». В пакете все самое необходимое – макароны, гречка, спички, мыло, сахар и другие продукты. На Самару выделили 14 600 таких наборов. Их передадут одиноко проживающим пожилым людям. Будут соблюдаться все меры безопасности. Волонтер будет у нас в маске, в перчатках, в определенном обмундировании, что это будет видно, что это волонтер. Но перед этим обязательно волонтер проходит у нас, так сказать, тестирование. Ему меряется температура, спрашивается о его самочувствии. Все данные заносятся в журнал, обрабатываются его руки и выдаются без средств. Мы не заходим в квартиру, максимально дистанцируясь, отдаем продукты на лестничной клетке. Меры вынуждены, люди также относятся с пониманием. Поэтому стараемся не подвергать никому опасности. Раздавать продуктовые наборы людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, волонтеры совместно с соцработниками планируют в течение апреля-мая. Мария Левина, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова